Всем привет! Это я, Алекс. Сегодня у нас вечерний такой видос. Хотел сказать всем вам, господа, свое мнение по поводу происходящего так называемого предмайского скамопада, который забрал под себя и окончательно унес забытье в прошлое по такой понятии, как социальные проекты с хронителями. Сегодня у нас соскалился проект, который предвещал большие надежды, большие перспективы, в которые мы верили и надеялись. Это Интеркент Павла Павлюка. К сожалению, там начался ранбанк. Как мы помним, неделю назад Павел прочитал вебинар, на котором он немножко поругался, и это сподвигло большое количество новых заявок на выплаты. У меня несколько хранителей и знакомых, и они сказали, Алекс, у нас резко возросла плотность заявок. И прямо же в этот же день мои заявки на выплаты тоже создал, они упали впервые, не на Павла, а на кого-то другого человека. Другой человек мне выплатил эту заявку неделю назад. Но сейчас, в последние дни, мы видим, что очень много заявок, все больше и больше просрачиваются по 48 часов, они падают на кабины, их никто не выплачивает. И вчера было собрано срочное совещание, комиссия так называемая, где был я и три хранителя интеркента и Павел. Мы стали Павлу задавать вопросы и узнали из этого всего, что оказывается из всех собранных денег 10 процентов было пущено на бизнесы, куда входят и апартаменты и майнинг. Но по бизнес-апартаментам мы хотя бы видели документы, он показывал договора на бумаге, а по майнингу мы видели видос. Но, честно говоря, ни накладных покупки железа, ни суммы мы так и не увидели. Подтверждение, что это железо именно их, а не какого-нибудь товарища, которого попросили продемонстрировать на картинке, на видео открытый сайт интеркент. Вот. Дальше. Смотрим. Павел нам сказал такую фишку, что у него закончились деньги полностью на выплаты. Но по опросу хранителя оказалось, что 70 процентов всех денег ушло именно Павлу. А если у Павла кончились деньги на выплаты, то сразу за него это вопрос. А почему так быстро? Павел ответил на то, что а вот все, выплатил, выплатил все. Но я Павлу задал вопрос, а почему математически? Математически не складывается. Сообщество проработало всего два месяца. При том, что большие суммы в первый же день никто не смог туда вложить. Вкладывали по 100, по 200, по 200, по 200. Фактически мы весь февраль заправляли свои кабинеты взносами. И только 1 марта мы выстроили себе структуры там по 500 долларов, накопили, все пошло. И получали уже по полной программе выплаты уже только весь март. Другими словами, если все это пересчитать на цифры, то в среднем интергент выплатил по проценту, по основному заявленному маркетингу, не более 30-35% от всех денежных средств. Чисто математически, хочу сказать опять, математически. Другими словами, где-то зависло 65-70% денег. Хорошо, Павел сказал, 10% он отдал на бизнес. Значит, речь идет 30. 30 плюс 10, получается 40%. А где же тогда остальные 60? Скажете, а, ревка. Да, была ревка 8%. И очень маленькое количество было кентов. Фактически, даже если округлить до 10, то получаем 10 бизнеса, 10 ревка и 30 выплаты. 50. 50% было выплачено, потрачено, вложено в бизнес. А куда делись остальные? 50 математически. На этот вопрос я так ответа и не получил. Конечно, может, я в чем-то не прав, но эти цифры считал не я, а считали хранители, которые держали деньги. Те люди, с которыми я вплотную общаюсь, также созваниваюсь по скайпу. Люди, которые работают в бухгалтерии, работают с деньгами. И выдвинули вот такую версию, что что-то Павел не договаривает в плане денег. И просто мое мнение, даже не бухгалтерское, как-то нелогично за два месяца скамить сообщество, только лишь опираясь на то, что не идут люди. Потому что деньги были собраны, деньги были саккумулированы. Так плати, Паша. Паша, дорогой мой, плати собранные деньги. Ты сам заявлялся, что у тебя есть полмиллиона или полмиллиарда евро на счетах. Плати, дорогой. Будь честным человеком, как ты сказал, я с Кузбасса, я с Нагора. Подводи свои слова, плати. Продай что-нибудь ненужное, купи что-нибудь ненужное. Есть что? Плати. Не надо тут нам бабушку лохматить. Да, ты сказал право, какой-то план Б. Кстати, Дима Мазанов тоже сегодня прочитал видос. План Б. Но мое мнение таково, что бизнесы, те, которые заявлены. Во-первых, туристический бизнес принесет прибыль не раньше, чем к концу сезона. А сезон заканчивается когда? В конце ноября. В конце ноября сезон заканчивается, тогда можно подвести итоги. Поэтому люди до конца ноября в таком грубом понимании не смогут получить даже по плану Б какие-либо элементарные выплаты. Насчет майнинга. Здесь, видите, господа, мы видели только короткий видос с этими блоками питания, с этими кулерами, видеокартами. Но на них не написано, что это кинтовски. Нет накладных. Накладных никто не видел. Но даже если это ихние, но вложено 10% в бизнес, не 50, а 10, то обязательства по вкладам сейчас до того огромные, что эти бизнесы, они будут покрывать их 100 лет по копеечке. По факту. Разные люди говорят, что майнинг приносит разные результаты, но он же и накладной, то есть из-за электричества платительного. Обслуживающий персонал какой-то есть и так далее, и так далее, и так далее. Не все так просто на самом деле. Майнинг это штука хорошая, но она требует очень мощных больших вложений, опять же отчетности. У нас уже были проекты с майнингами, которые ушли не в бытие. Хаш профит, например. Хороший проект был такой. Тоже майнинг, тоже с надписями, тоже там все было чунг-чангами, шутками. Ну куда это все делалось? А что сейчас рулит, господа, спросите? Что сейчас в тренде? Я согласен с мнениями некоторых экспертов. Сейчас в тренде. Это настоящая компания с заявленным бизнесом, без каких-то либо хранителей, дарителей, фигителей, пофигителей. И там всякой-то фигни. Это компании, которые принимают денежные средства на свой прямой счет и с этого счета выплачивающиеся. Опять же, это прозрачные люди. Опять же, это профессионалы своего дела, которые знают правильно, как преподнести свой бизнес людям, своим клиентам. Например, у Павла бизнес был, даже если он был, он его преподносил как в своей маленькой дружеской компании. Но он преподносил, прежде всего, как сообщество, а не как бизнес. А люди его воспринимали как бизнес. И видя, что здесь как-то не совсем так серьезно, как-то все так по-компанейски, они не совсем доверяли, поэтому сюда не пошли. Поэтому сейчас рулит компанией, которая умеет показать себя во все сто, как я люблю говорить, во всей красе, профессионально, сняв мощные, не красивые, а мощные профессиональные ролики, сделав мощный профессиональный сайт. Пригласив мощную пиар-компанию, не хайп-мониторов, а именно пиар-компанию оффлайн, создав так называемый пакет медиа, состоящий из грамотно написанных текстов, полиграфии на бумаге, полиграфии в интернете в виде нарисованных баннеров или буклетов. И, конечно же, это сайт и какая-либо поддержка в оффлайне через офисы. Но, опять же, не как говорит Шараш-Монтаж, там, Вайсе, зайдем ко мне домой, у меня офис там такой-то компании. А именно офис на земле с штандартами, с полиграфией, чтобы все было на уроне, грубо говоря, как у Сбербанка, образно говоря. Были такие компании, которые работали по такому формату работы? Были. Мы отлично все их знаем. Сколько они проработали? Ну, берем тот же FX-тренд и Минсис. Они проработали с 2009 года по конец 2014. Но это же хороший, солидный такой период. На дядьку столько они проработали, сколько эти компании проработают. Поэтому сейчас люди смотрят опять, прежде всего, на качество, на профессионализм админов. Потому что скамятся не плохие проекты, а плохие админы, опять же, хотел сказать. Как Дима Мазанов сказал, я с ним общался очень плотно. Он сказал, что его первая большая ошибка, что когда он отделил часть своих денежных средств, когда он был в Витете, к этому красноярскому офису. То есть, система хранителей – это заведомо ущербная. То есть, если ты хороший профессиональный админ, кассир или банкир, то ты не должен деньги от себя отдалять куда-то, какому-то Васе, лучшему другу, с которым ты набор душа в пилотку, и он тебе божится, что никуда не пропадет. Нет. Как только он деньги получит, у него появятся сто и тысячи причин, чтобы задержать себе и не отдать. Вот одна из, так называемых, причин краха любой хранительской распределенной системы. Деньги не любят распределения, господа. Еще это закон денег. Деньги любят консолидацию. Деньги, они сближаются между собой, они магнитятся. Вот как жидкий терминатор, в один большой, так называемый, шар сливается в жидкий металл. А хранитель разделяет, и сила денег теряется. Поэтому с хранителями проще деньги спиздить, чем деньги с консолидацией заработать. Вы скажете, а как же Меркурий? Да я скажу, Меркурий это был первый фонд, и здесь работал закон уникальности. У Меркурия был достаточно уникальный проект, поэтому он проработал, и админы там грамотно поступили. Они партизанили почти год. А на второй год они вышли на рынок и стали очень активно его развивать. Фактически получился пологий такой рост, первый год, а второй рост вот такой резкий. И он был уникальным проектом. Поэтому тогда на уникальной популярности он и вырос. А все остальные, следующие фонды, люди поняли, как в них зарабатывать. И поэтому все админы и хранители тоже поняли, в кавычках, как правильно заработать. Деньги получил, спиздил, исчез, называется. Деньги увидел, отозвал у хранителя. Быстрее, чем у хранителя, сам исчезнет. А что делать инвестору, простому инвестору? Да ничего. Простой инвестор в ревресе или в заботе оказались как под бомбежкой фактически. Всех разделили, всех обмали, всех обманули. И в интеркенте тоже сад. Сейчас вот был фонд «Взаимность» был такой вот тот же. Тоже они даже месяца не проработали, скоманулись там, хранители себе бабки сперли. Слава богу, о них мало кто знает. Админ тоже там как бы честное лицо все показывал, созванивался, был готов. Потому что все эти хранительские схемы – это фуфло полное, на самом деле, господа. Деньги любят консолидацию, соединение в одном месте, но они никак не распределение. Распределять можно, как говорится, кочки на болоте, чтобы не провалиться, но деньги нет. То есть диверсификация. Деньги админ не должен никак распределять. Он должен консолидировать их в себя и сам один ими управлять. Всем спасибо, господа. Хотел еще добавить, что компании рулят те, у которых есть полный пакет документов, задокументированный бизнес, заявленный, какие-то лицензии имеются. Пусть на территории той страны, на которой бизнес заявлен. Чем больше бумажек, тем лучше. И, конечно же, админам должны быть прозрачно, доступны для всех, чтобы каждый маленький инвестор, 10 баксов, мог до админам дозвониться и задать ему те вопросы, которые ему интересуют. Если у проекта есть такой админ, и деньги хранятся у него, и есть пакет документов, и полиграфия у него на высоте, то это, можно сказать, идеальный проект. И эти проекты, они должны работать достаточно долго, так как идеальные проекты привлекают в себя идеальную, большую массу населения. Всем желаю идеальных проектов, которые работают долго. Ваш Алекс, будут вопросы в скайпе, пишем Всем пока-пока, до встречи!